Библейский портал экзегет.ру представляет «Где с Ивом начинает говорить Господь?» Вот о чем эта книга? О том, как Иву вызывают Господа на честный спор, на поединок, на суд в конце концов. И жалуются, что Господь ему не отвечает. А тот ответил. И до этого друзья ему отвечали. Пришел Ильгу, который непонятно откуда взялся. Мы читали его речь несколько глав подряд. Они давали ответы, но Иву совершенно не подходили. Даст ли Господь ответ, который ему подойдет? Тогда из бури ответил Иову Господь. А помните, там уже буря началась, когда говорил Ильгу, и он воспользовался этой бурей как ярким описанием всемогущества и непредсказуемости Бога. Так что же скажет Господь? Вот помните, там в начале книги было некий противник, враг, сатана, по-разному переводят этого деятеля, пришел к Господу и сказал, твой раб Иов тебя слушает только потому, что ты его награждаешь. Перестань его награждать, давай-ка я его помучаю, и он тебя проклянет, потому что ему не праведность нужна, ему нужна награда за праведность. Господь говорит, да, попробуем, все в твоих руках. И начинаются эти мучения. Вот здесь явиться бы Господу к Иову и сказать, слушай, Иов, извини, так получилось. Тут вот мы решили тебя проверить, но ты выдержал испытание, все в порядке. Даже близко этого не будет. Вот смотрите, в речах Иова нет никакого намека на третью силу. Есть Господь и есть Иов. А третья сила, которая там искушает, проверяет что-то еще, какое она может иметь отношение. Вот если есть двое бесконечно любящие друг друга, какая разница, что там со стороны кто-то что-то там нашептывает, подсказывает как-то, повредить пытается. Отношение этих двоих, вот то, что важно. И поэтому Господь не дает вот этого легкого, и всеми нами, кто читает в первый раз, ожидаемого ответа. Тогда из Бори ответил его Господь, кто ты такой, чтобы мой замысел очернять речами, в которых знания нет. Припояшь свои бедра, как муж. Я спрашиваю, а ты мне ответь. Ну, подпоясаться, значит, быть готовым. Да, вот одежда у них длинная, если так сидишь без пояса, значит, ну, ты не можешь встать, а куда-то там быстро пойти, что ты сделал. То есть он его вызывает на поединок. Вроде он начинает разговор, Господь, примерно так же, как друзья и как коллегу. Ты перед Богом ничтожество. Ну-ка, попробуй мне ответить. Вроде, вроде. Дальше будет много отличий. Я спрашиваю, а ты мне ответь, где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущий разумен. Ты ведь знаешь, кто размер ее наметил и кто натянул на дне шнур? На чем держатся ее устои и кем положен краеугольный камень при ликовании всех утренних звезд и радостном кличе сынов Божьих? Кто запер море врата, когда из недр оно выходило, когда я окутал его облаками, запеленал его мглою, отмерил пределы ему и врата с засовами поставил, сказав, до сели дойдешь, но не дальше. Здесь замрут твои гордые волны. Грубо говоря, очень часто эти слова понимаются так. Иов, ты никто, а я сотворил мир. Поэтому заткнись. Можно их так услышать, но ведь здесь есть и очень много другого. Это все друзья ему, особенно Иллигу, говорили. Ты перед Богом никто, заткнись. А тот говорит, скажи, если тебе есть что сказать. Они ему этого не предлагали. Они говорили, слушай, молчи или покайся. А Бог приглашает Иова на разговор на равных. Сознавая неравность всего этого. Он говорит, если ты можешь со мной заговорить на этом языке, если ты можешь подсказать мне, как я сотворил мир, подскажи. Может быть, у тебя есть ответ на эти вопросы. Потому что Иов требует от Бога, ответь мне, почему ты со мной несправедлив. А Господь говорит Иову, ответь мне, как устроен мир. И это очень логичный вопрос в ответ на вопрос. Потому что говорить о справедливости, о воздаянии можно, если мы четко понимаем какую-то формулу. Вот добродетель, вот награда. Вот грех, вот наказание. И есть расчет, как мы выводим количество наказаний или количество награды из количества греха или добродетеля. Если мы вообще все согласны, что такое грех-добродетель, мы очень часто спорим, можно ли лгать во спасение, добродетельно ли, допустим, вот такое горделивое соблюдение всех правил, при котором человек считает себя лучше остальных проблем и фарисеев. Они добродетельны или они грешны, наоборот? Мы без конца об этом спорим, но об этом может судить в конечном счете только тот, кто это сделал, только тот, кто создал этот мир. И Господь спрашивает Иова, ты участвовал в сотворении мира, ты понимаешь, как он устроен для того, чтобы задавать такие вопросы? Как, знаете, вечная проблема компьютерщиков, когда их вызывает какая-нибудь дама из бухгалтерии, начинает говорить, ой, я тут включила, а у меня все пропало. Она не понимает, как работает компьютер, и поэтому ей очень трудно объяснить, что она неправильно включила. Но она что-то неправильно включила. Обвиняют часто системного администратора, что у нее там пропало все, хотя на самом деле, скорее всего, не пропало. Открылся другой экран и скрыл ее важную бухгалтерскую программу. Вот, и Господь говорит Иова, слушай, ты понимаешь, как этот мир устроен? Ты понимаешь, на какое-то окошко там нажал, что-то кликнул, что у тебя открылось, закрылось? Ты не понимаешь, да? Ну, давай попробуй тебе объяснить. Вот, только никуда кликать, чтобы все сработало, как ты хочешь, а как это устроено в принципе. И он начинает объяснять, смотри, мир устроен прекрасно, при радостном кличе Сынов Божьих. То есть, ангелы радовались сотворению мира. И море, море всегда в Библии символ опасности, которое прорывается дальше. Он, с одной стороны, пеленает его мглою, как младенчик, а с другой стороны, говорит, доселе, но не дальше. Он этому младенчику строго показывает, что можно, а чего нельзя. Море – такая хаотичная первобытная сила, но и о ней заботится Господь, а главное – ставит ей пределы. «Ты хоть раз повелевал утро, заре назначало место, чтобы взялась она за края земли и стряхнуло с нее нечестивцев». И он жаловался на этих нечестивцев, которые по ночам там грабят, воруют, при любодействии и все прочее. «Так ты зарей командуешь, чтобы она очистила землю?» «И стряхнулась с нее нечестивцев, преобразил ее, как печать, глину, обогрил ее, как полотно». Очень яркий образ. Я сперва долго думал, что это, как это заря преображает землю, как печать преображает глину. А смотрите, печать выдавливает на глине рельефный узор. И когда всходит заря, мы видим объемность этого мира, его рельефность. «Обогрил ее, как полотно». И эти косые лучи восходящего солнца, они делают весь мир таким розово-красным, багровым. Багровая краска самая дорогая в древности. И вот заря не просто появляется и все, она меняет мир, делает его объемным, цветным, дорогим, прекрасным. И одновременно обогрил ее, как полотно, чтобы отнять у нечестивцев свет и сокрушить занесенную руку. И одновременно заря прогоняет этих злодеев. «Добирался ли ты до истоков моря, проходил ли по дну пучины, ведомы ли тебе врата смерти, видел ты врата кромешного мрака, исследовал ли ты земную ши?» Расскажи, если все это знаешь. То есть, знаешь ли ты, как идут в смерть, знаешь ли ты вот этот путь умирания. Любой человек, пока жив, его не знает. Но любой узнает, кстати. И можно тоже в этом увидеть некий намек на Новый Завет, когда опыт смерти претерпевает и сам Бог. Но Иов его еще не претерпел. И намек заключается в том, что вот и в этом человек будет не одинок, но это очень слабый намек, и я не уверен, что он вообще здесь вот так напрямую есть. «Ведомы ли тебе врата смерти, видел ты врата кромешного мрака, исследовал ли ты земную шири?» Расскажи, если все это знаешь, как пройти к обители света и где жилищие тьмы. То есть, мир этот и мир посмертный, свет и тьма, знаешь ли ты, как это устроено. Свет и тьма – это одновременно добро и зло в библейском языке. Отведешь ли ее тьму обратно, дорогу домой укажешь, можешь ли ты сделать так, чтобы зло не распространялось в этом мире? Ты же все знаешь, ровесник ты им, вот как долг твой век. Такое ироническое восклицание. То есть, Иов, ты говоришь о добре и зле, но понимаешь ли ты добро и зло по-настоящему? Вот ни один из друзей, и Элегу тоже, не смог перевести разговор на этот высочайший уровень. Давай определим понятие. Разбираешься ли ты в том, что есть зло, и в том, что есть добро? Знаешь ли ты, как это устроено? В мире есть свет и тьма, море и небо, земля и суша. Да, вот это все сложное единство. И Господь говорит, я это устроил разумно. Я это устроил с заботой об этом мире. Понимаешь ли ты, как это устроено? Входил ли ты в хранилище снега? Видел ли хранилище града? Ну, кстати, у них же там буря. Что припасен мной на час беды, на день боевой сечи? Вот град оказывается на день боевой сечи. Это такое оружие божие, да? По каким стезям молнии бегут? Как разносится по земле восточный ветер? Кто прорубил протоки для ливней, проходы для бурь громовых, что расшует безлюдные земли, пустыню, где нет человека? Поят дикую пусту, взращивают зеленые побеги. Буря, да, для ирегу это просто символ божественной силы, мощи, натиска, вот гром, молнии. А Господь говорит, безлюдные земли буря поют. Там некому полить цветочки. И поэтому буря приходит и поет эту самую дикую пустошь. Это тоже нужно. Ты думаешь, что буря, море, вот это все, это такая просто дикая, мощная сила, которая все сметает. Нет, у всего этого есть какое-то назначение в этом мире. Для тебя буря – это страшный катаклизм, а для вот этой вот пустоши – это благословение, это вода, которая приходит. Есть ли у дождя отец? Кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед? И кто вынашивает небесный иней, когда застывают, как камень воды, и поверхность пучины цепенеет? Ну, там у них жаркий климат, поэтому редко бывает зима такая, чтобы все замерзло, но бывает, да, очень редко. И вот надо же, как эта вода становится камнем, то есть льдом. Как это получается? Кто это все устроил? А ведь у дождя есть отец. Лед выходит из чего-то чрева. Бог рождает этот мир, да? Ну, понятно, что это поэтический образ, но отец – это не просто мастеровой, это тот, кто любит рожденное. Ты можешь затянуть упряжь плеяд, ослабить звездные путы Ориона, имеется в виду созвездия, которые на определенном расстоянии, звезды друг от друга, и вот можешь ли ты это изменить? Можешь ли ты на небе что-то исправить? Можешь ли созвездия в срок выводить, медведицу с детенышами направлять? Знаешь ли ты, устав небес, утвердишь ли на земле порядок должный? То есть на небе все очень четко обустроено, звезды в свое время поднимаются, они расположены всегда одинаково. Звездный мир представлялся человеку древности чем-то абсолютно неизменным. Мы знаем, что и там изменения есть, но просто очень долгие сроки они занимают. И вот понимаешь ли ты, как устроено все на небе, чтобы это устроить и на земле? Потом в молитве Господне это будет, воля твоя, яка на небесе и на земле. Если мы понимаем, как устроено на небе, мы можем попытаться и на земле такое сделать. Но понимаем ли? Знаешь ли ты, устав небес, утвердишь ли на земле порядок должный? Возвысишь ли до облаков свой голос? Ответят ли тебе бурные воды? Полетят ли молнии, куда прикажут? Скажут ли тебе, мы готовы? То есть, опять-таки, можешь ли управлять грозой, а заодно молнией можешь ли наказать нечестивцев этими молниями, сразить их? Кто Ибиса сделал мудрым? Разумение дал петуху. Но Ибис такая птица египетского бога мудрости тот, а она считалась особо мудрой. И петух тоже, вот он поет перед рассветом. То есть, считается, что это как бы вот такие символы разума среди птиц. Вот уже переходит к живому миру Господь и говорит, что и живое, и неживое, все здесь вместе. Кто столь мудр, чтобы тучи сосчитать или опрокинуть небесные сосуды, чтобы покрылась земля коркой и слиплись комьи грязи? Ну вот, когда дождь, да, то вот такая корка глинистая остается. И вдруг неожиданно. Загонял ли ты добычу для львицы, чтобы насыдить ее львят, которые в логове притаились, залегли средь кустов в засаде? Кто посылает ворону добычу, когда взывают птенцы его к богу? Мечутся, не находя пищи. И вдруг неожиданно. Вот смотрите. Заря, небо, звезды, море. Вот какие-то глобальные, космические такие процессы. И вдруг добыча для львицы, чтобы насыдить львят, и для ворона, чтобы воронята наелись. И это все делает Господь. Добыча. А ведь добыча, значит, она погибает. Значит, это для кого-то трагедия. Какой-нибудь зайчик, которого львица поймала, он этому совсем не рад. Но это тоже нужно, чтобы львята питались. Вот в мире есть страдания, в мире много всего непонятного. Но в мире есть замысел. И этот замысел в конечном итоге благ. Он в конечном итоге направлен на благо живущих в нем существ. Вот, собственно, что говорит Господь Иова. Ни Иллигу, ни друзья Иова такого и близко ему не говорили. Ну, а в 39 главе это продолжится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...